Сегодня у нашей гостюни мы витаем директора Национального центра мастатской творчести «Дятей и молодей» Надею Васильченко. Надежда Васильевна, здравствуйте. Калейдоскоп поздравляет Национальный центр художественного творчества «Дятей и молодежи» с большим юбилеем. Каким был путь Национального центра творчества? Кем и чем особенно гордитесь? В октябре 1936 года дворец «Пионеровый октябрят» гостеприимно распахнул свои двери перед юными минчанами. Там были комната сказок, комната смеха, читальный зал, зрительный, маленькая обсерватория, энергетическая лаборатория, автотракторный зал. Школу изобразительного творчества заложил Сергей Петрович Котков. Школа театрального творчества заложена была Стефанией Станюта. Можно много сегодня называть людей, много имен, но самое главное, что многие поколения минчан прошли через дворец «Пионеров и октябрят». И в 2002 году Республиканский дворец «Пионеров и школьников» стал Национальным центром художественного творчества «Детей и молодежи». А вот если сравнивать роль дворца «Пионеров» в жизни детей и молодежи тогда и роль Национального центра творчества сегодня? Во все годы главное – это ребенок. Свобода творчества ребенка, воспитание свободной личности. Самое главное, чтобы ребенку было интересно у нас. Насколько я знаю, Национальный центр регулирует сегодня деятельность 180 подобных учреждений. Даже немножко больше, 188, если точно говорить, да. За 80 лет самым важным показателем успеха всегда являлись победы на всевозможных фестивалях и конкурсах. У нас занимается 15 образцовых инородных коллективов, два заслуженных любительских. В этом году народная хоровая капелла «Раница» привезла победу из Монтрео, Швейцария. Наши хореографические коллективы только в этом году – это ряд побед. Это в России, Польше, Италии, Греции. Нам есть чем гордиться. Знаю также, что Национальный центр творчества является и автором собственных творческих инициатив, таких как смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир», конкурса хорового творчества и знаменитой «Мельницы моды». И не только эти. Есть такой фестиваль-конкурс арт-вокации, в которых принимают участие студенты из наших высших и средних специальных учебных заведений. У нас есть фестиваль для студентов с рубежных стран «Фердбай», и он пользуется большой популярностью. Спасибо вам большое. А я нагадаю, что сегодня Калейдоскоп Витаустуды и директор Национального центра мастацкой творчества «Дятей и молоди» Надея Васильченко. Субтитры создавал DimaTorzok